Как он там? Блокос не ловит, блин. А мы на работе сейчас. Батильдята, кстати, проверяли кто-нибудь, который его фронтится? Нормальный? Я следую забрал, отличный. Отличный? Я просто даже не открыл. А он мелкий, очень, но он в ботылю. Заточка это волыжьи, а я тут что-то раз и волыжну. Да, Юрик, фигачи тут, короче, фотки без разрешения. Блокос не ловит. Блокос не ловит. Блокос не ловит. Привет, бля, 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 бля. Привет, бля. Евген, ура! С открытием сезона все! Ребят, давайте, у нас... Мы закончили, вот, зафернём всё, но будем начинать. Давайте как-то сделаем эту шагню, что мы каждый год будем начинать открытие сезона с Кубка памяти Алексея Шипелова. Я понимаю, что его не все знали. Знали его, ну, вот из вас, я не знаю, ну, половина. Кто-то знали, кто-то не знали. Давайте два слова скажу. Мормышечник от Бога. Да, мормышечник от Бога. Человек, который начал, начал заниматься тренерской деятельностью. Реально, тренерской деятельностью. Он такой первый тренер? Нет, который, например, сделал... Он занимался, например, командой, Гриши, Димона... Нет, реально, он чуть ли не с бодогом бегал за ними. Нет, вы не поверите, но он первый... Он первый начинал быть тренером. И вот с него у нас, я считаю, что с него у нас пошел подъем Кировской области вверх. Все по-простому, но простыми словами... Ну да, с батюгами, но... на самом деле это все реально работает. Вот с этого человека все началось. Начался подъем спортивного Кирова. Вот в данный момент, вот вы здесь все стоите на очень высоком уровне. Вот я считаю, за счет того, что начал это все Алексей Шипелов. И вот в этом году, он будет переходящий. Вот тот кубок, кто завоюет в этом году, ну, естественно, там со слезами на глазах отдаст в следующем году следующему победителю... Личный. Личный, личный. Это личный, это кубок личный. Почему? Потому что, ну... Команды меняются. Да, команды все еще. Но спортсмены будут оставаться. Вот такой фестиваль, серый кубок среди спортсменов. Ребята, давайте это сделаем все-таки постоянно. Но правила будем не соблюдать. Кстати, о правилах. Ребята, давайте еще раз. Вот Саша хотел много... Да, да, мне до хрена было высказано. Давайте поговорим. Вот, во-первых... Саша, выскажите. Бля, блядь, у меня уже порвало. Ребята, давайте так. Есть общероссийские правила. То есть, края зоны, там еще что-то. То есть, вот не надо вылазить там сапогами, там, я не знаю, задницами, еще чем-то. Я не буду показывать пальцами, блядь, на людей, которые на России это делают, которым пытались сделать замечания. Но все поймут. Ну, давайте так. Вы все спортсмены, парни, парни, вы все спортсмены. Читайте правила. Читайте новое введение. Еще что-то. Чтобы не было вопросов. В последний год у нас появилась такая фигня, что у нас ездят тренера и забровочники. То есть, при общении с забровочниками и тренерами, когда человек вызывает забровочник или тренер, блядь, человека, спортсмен сматывает снасть и выходит, осматывает снастью в зону, блядь. Нет, неправда. Чего неправда? Человек может выйти из зоны только с разрешения судей. С разрешения судей, но он собирает снасть и выходит. Он не должен оставлять снасть на льду. У нас сейчас идет вся фигня, что все сейчас у нас спортсмены в принципе готовы выйти на Россию. Саша хочет сказать, чтобы все соблюдали правила хотя бы минимальные, которые они знают. Хотя бы ломки 5 метров, пожалуйста. Ребята, 5 метров точно. Потом, когда поедем на Россию, это все еще 500 раз проговорим. Да, да, да. То есть соблюдаем правила общероссийские. 5 метров. Да, не оставляем личные вещи на льду. То есть перчатки там, еще что-то. В своей зоне 5 метров, Лышка, ты можешь держать все, что хочешь? В своей зоне у тебя обозначено. Но когда ты уходишь, ты не имеешь права это оставлять. Ребят, читаем правила и слушаем Гришу. В общем, старт будет 8.40 через 20 минут. Первый тур вот здесь у нас за берега идет свал славный. Ну все знают уже, наверное. Кто-то знает. Никто не знает, никто не знает. Я что-то не сказал. Давай ты скажи. Ребят, в общем, здесь начинается, грубо говоря, метр полтора. Здесь и туда где-то до четырех с половиной метров. До шести? До шести? Нет, нет, там шести не будет. Нету до шести? Дальше до шести. Ну ладно, короче, до пяти будем. Ну до пяти, скажем так, до пяти. Но сложный рельеф местами. То есть здесь нет такого, что вот здесь. Стола. Полтар, да. Столов не будет. И рыба, ёрш, окунь сорога. А свечи-то килогрящие? Факт, не факт, что вы не нарветесь на подвесчиках. Не факт, что вы не нарветесь на окуни. Здесь окуни до килограмма. Они в камере бегали, нет, в камере бегали куклые окуни. Реально. Просто есть, если кто-то прорвется. Они не достать в стройке. Понимаете? Нет, не факт. Просто есть бонусы. Реально. Буду закрывать. День короткий, так что давайте вот после финиша сюда быстренько собираемся. Перекусик туда-сюда. И решаем, где мы сделаем штрафтур. Подожди, а где сделаем штрафтур? ВОДУШЕЙ СОЛЬБА ВОДУШЕЙ СОЛЬБА ВОДУЧАСТВА ВОДУЧАЛЬБА ВОДУШЕЙ СОЛЬБА СВЕТСКИ СВЕТСКИ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...